Ребята, перед началом ролика я вам оставлю небольшую рекомендацию. Если вы, как и я, работаете в сфере такси и переживаете из-за неоригинальности ваших документов, тех же путевых листов, я вам советую делать документы в правильных местах, а именно в одной из официальных компаний, которая этим занимается, такси-документ. Я эту компанию проверил уже временем, разными ситуациями, поэтому я могу, не сомневаясь, точно сказать, что нужно делать документы там и не беспокоиться в следующий раз при встрече с сотрудниками МАДИ или ГАИ. Ниже в описании будут контакты этой организации, можете зайти на их сайт, почитать информацию или позвонить и уточнить у них какие-то интересующие вас вопросы. Также на первое приобретение документов, ну, оформление, да, можно получить 500 рублей скидку по промокоду BATI в деле. Делайте документы в правильных местах и не переживайте в следующий раз при встрече с сотрудниками ГАИ или МАДИ. А теперь все, погнали смотреть ролик. Мы на канале Батя в деле, сейчас погоняем на коньках рядом с моим домом и обсудим одну из интересных тем, таких, о которых часто думают водители такси. Ну что, ребят, всем привет! Нет, уже январь месяц, середина его. И в декабре у меня была мысль в голове о том, сколько можно заработать чью, работать в такси за весь месяц. То есть я примерно представлял, но не считал точно. Так что кто-то заплатил, кто-то не заплатил, плюс, минус там, несколько рублей, и на рубеже всего месяца. Бабамс! Так, значит, стало интересно, сколько можно заработать чаевых за весь месяц. То есть точно посчитав примерно, уже было представление по другим месяцам, но был интересный декабрь, он же самый ударный, такой самый денежный месяц. Вот. Правда, из декабря меня немного выбило то, что неделю у меня не было ОСАГО, я не ездил, не работал, а пытался ее сделать. Об этом есть ролик, пару роликов назад. И пару дней я заболел, отравился непонятно, колбасой или чем-то. Два дня в лёжку был. Лёва гоняется за мной, пытается догнать. На коньках не ездил уже, блин, лет пять, наверное. Ну, может, чуть поменьше, но уже забыл что-то такое. Такс, ну, конечно, до итоговой цифры, до той суммы, которую я озвучу, у меня есть одна история. Ну, и, конечно же, это всё будет сейчас о экономии. Это некомфорт, некомфорт плюс, там, не бизнес. Вот. У меня был момент, когда я забирал с аэропорта, помню, из Шереметьева, до Ханой Москва. Был заказ, там, за тысячу рублей. Вёз бабушку и инвалидов, и женщину. Ну, и я уже прям понимал, что я устал, это крайний заказ для меня. И после этого я поеду домой отдыхать. Решил помочь им занести чемоданы в эту гостиницу, в общем. Ну, и не думал о том, что что-то может отпасть мне. Просто, вот, как бы, по-доброму. Вообще ни на что не рассчитывая. И помимо тысячи рублей она дала, ну, вообще, три в целом. То есть, две тысячи было чаевых. Я сказал, вы дали что-то лишнее. Она говорит, нет, всё в порядке, типа, это вам. Задачий момент такой. Бывают разные месяца, и суммы плавают. Где-то больше, где-то меньше. Вот. В целом, декабрь для меня, конечно, получился не очень удачным. Сумма чаевых вышла всего три тысячи рублей. Там, 2 900 с копейками. Я считаю, что это, тем более, для декабря слабая цифра. Но это, помимо основного заработка. Это то, что нам приходит, можно сказать, без учёта. Всего просто, как бы, бонус некий. Шоу! Ой! Ой! Фух! Чё, сын? Чё, Лёва? Мам, ты как? Конечно, кто-то может сказать, что у них там, не знаю, 5-10 тысяч за одну поездку. Но я не придумываю никакую фигню, не снимаю никакие постановы. Вот. Я, как бы, рассказываю реальность того, что вижу сам, или через что прохожу в этой деятельности. Вот. Как бы, часть месяца можно свалить на то, что я был в простое, и пытался отбиться в крайнюю неделю. Даже у меня были там автоаксессуары оставшиеся, ну, достаточные штук. Я просто дарил их людям, некоторые там, и 500 рублей такое бывало. Но общая сумма, повторюсь, она была маленькая. Ну, это сумма, с учётом чего, кто-то дал чаевые, у кого-то было несколько рублей, и они не забрали за дачу. Кто-то, у кого-то не хватало несколько рублей, и они не доплатили. Кто-то убежал, заплатил. Я это плюсовал или минусовал, образно, вот с этой цифры чаевых, чтобы получить какой-то итог. В общем, спасибо всем за просмотр. Делитесь своими комментариями, пишите ниже, сколько у кого-то было чаевых в декабре. У меня на протяжении года, мне кажется, что по чаевым, наверное, в декабре один из самых слабых месяцев был. Хотя и год тоже был нехти. Посмотрим, наступил 21-й год, врываемся в него, верим в лучшее, надеемся на лучшее. Ну и действуем, ежедневно прикладываем немного усилий. Вот ты какой, Хрюша! Прикладываем немного усилий для того, чтобы идти к своим целям, подбираться к ним, добиваться их. Ну и, собственно, выполнять их, да? Чего я всем желаю тоже. Ладно, всем удачи, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравился видос, дизлайки, если не понравился. Нажимайте колокольчик, это все помогает продвижению канала и выводу роликов в топ. Собственно, все. Всем пока! Все, блин, пять минут покатался, силы мои иссякли. Пора восстанавливаться, короче, приходить обратно в режим после январских праздников, чего и всем желаю. Лев, иди сюда. Рука, Лев, смотри. Лева, пой, пой. Стремно. Сразу такие мысли, на что падать, и куда, и как. Да? Хоп! Хоп! Ёкар, рыбай! Ну-ка, дай... Смогу ли я задом сейчас? Вспомню... Вспомню молодость. Охридеть, какой я тяжелый, оказывается. Не всегда себе! Кажется, я что-то себе сломал. 105 килограмм, это не шутки вообще. Мы встретились в маршрутке. Ой. Ай-яй-яй. Фу, Лева, это капец. Папа так... Мне кажется, я порвал мышцу себе вот здесь. Даже голову лежать не смог. О-о-о-о! А-а-а! 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 О-а-а! А-а! А-а-а! Тих-рисик! Тих-рисик! Ты хрисик! А-а-а! Фу! А-а-а! Хрис... Молодец, все, 5 минут погуляли, домой пора, да? Все, надо переобуться уже. Теперь ввозь. Лев, давай, помогай папе. Лева, давай ручку. Вези папу за ручку. Пойдем, Лев. Пойдем. Поехали. Пойдем.